О преследованиях по новой модной 239-й статье расскажет гражданский активист из Алтая, правозащитник, журналист Аруна Арнам. Добрый вечер всем. Все вы сейчас слышали, какие действительно проблемы существуют в России, и их огромное количество, и, к сожалению, с каждым годом эти проблемы растут и обостряются. Естественно, это не может не вызывать возмущения нормальных, честных, адекватных людей и не может не вызывать негодования и желания со стороны тех же журналистов находить правду, истину, расследовать какие-то дела, разбираться и давать эту правду и истину людям. Но с каждым годом для того, чтобы осуществлять эту деятельность, приходится просто проходить какой-то адовый труд и адовые условия, потому как законодательство России всё больше и больше ужесточается в сторону преследования, в сторону как можно большего запрета для ведения такой деятельности и закрытия рта всем, кто говорит о проблемах, всем, кто озвучивает, всем, кто пытается защитить свои права и права своих сограждан. Это просто такая уже, знаете, настолько вопиющая стала система подавления, что о ней молчать в принципе нельзя. Если раньше за журналистскую, за активную позицию было модно давать людям 282-ю статью экстремистскую, вы, наверное, все про это знаете и слышали, и когда вплоть до того, что лайки, комментарии какие-то оценивались под 282-ю, люди просто сажали, давали реальные сроки за какие-то слова. С 2018 года, как только настолько возмущение людей выросло, что они стали говорить о том, что надо прекращать вообще в принципе применять эту статью, эта статья была декриминализирована, но были придуманы другие способы, как можно ограничить журналистов, как можно ограничить общественных деятелей, как можно ограничить целые организации в их правозащитной, нормальной, просто адекватной общественной деятельности. И вот здесь, знаете, у меня тоже такой вот логический вопрос. У нас как система говорит, «Ребята, если вам что-то не нравится, пожалуйста, говорите, у нас же свобода слова, у нас же демократия, пожалуйста, вы имеете право защищать себя, конечно». Но при этом, при такой красивой игре, на самом деле, происходят ужасные вещи. То есть за слова, за эту самую свободу слова уже применяют новые статьи. Тот же самый закон о дискредитации армии, который закрыл рот всем, что даже нельзя озвучить проблемой, которые есть у нас в армии, которые есть у нас в насущной нашей жизни, связанной с подготовкой, с реабилитацией и так далее. Мы не можем сейчас говорить о чём-то, что противоречит официальной версии тех же самых государственных органов. Даже если это наше мнение и эта наша позиция подтверждена научно, нам сразу приписывают статью о фейках, понимаете? То есть даже если ты предположил, даже если у тебя нет позиции, но ты предположил что-то, что идёт в разрез, тебе также могут приписать и статью о фейках. А вы знаете, ведь штрафы за эти статьи — это 30 тысяч и более. Вы понимаете, какой, допустим, на обычного гражданина, журналиста или общественную организацию, которая работает на общественных началах, какой это колоссальное экономическое давление происходит, потому что нет таких средств, чтобы их выплачивать за вот эти административные правонарушения, якобы совершённые. Следующей статьёй, вернее, следующей тенденцией, которая стала одной из самых ярких проявлений, ограничений журналистов, общественных деятелей, это иностранное агентство. Сейчас просто каждую пятницу, кто следит за новостями, кто смотрит, мы видим, что каждую пятницу у нас публикуются списки организаций, списки политиков, списки журналистов, общественных деятелей, которые попали, которые Минюстом признаны иностранными агентами. Причём, знаете, если раньше для того, чтобы признать человека иностранным агентом, нужно было доказать его причастность к сотрудничеству с иностранными государствами, прямого сотрудничества и финансирования, то сейчас у нас, видимо, этого, так скажем, Минюст решил не ограничиваться этим, так скажем, фактором. А как он сейчас говорит? Вы можете быть под иностранным влиянием, поэтому мы вас признаём иностранным агентом. А под иностранным влиянием вы, потому что недовольны действием власти, деятельностью и теми законами, которые она принимает. Значит, и ты под иностранным влиянием. Практически такую формулировку приписали к Общенародному союзу возрождения России и к Славу Михайловне Ладе Русь, про которую была сегодня речь. Понимаете, просто людям за то, что они говорят о том, что, ребят, у нас в стране происходят страшные вещи, посмотрите, мы фактически вымираем. У нас 2021 год ознаменовался чем? 2,4 миллиона смертность. 2,4 миллиона такого не было со Второй мировой войны. Как об этом молчать? Об этом кричать надо. У нас, как говорится, строят афродеревни, английские деревни, а свои деревни загибаются. Как об этом молчать? И вот за это у нас фактически приписывают иностранные агентства. Я вот просто как правозащитник, журналист, общаюсь тоже с огромным количеством людей, и мы поднимали тему защиты Байкала. Все, наверное, знаете эту наболевшую историю, когда у нас просто хотят провести законопроект по сплошной рубке вокруг Байкала. Так вот, общественный совет граждан, которые посмели сказать депутатам Государственной Думы, министрам на конференции о том, что они не согласны с тем, что был принят закон, что им сказали в ответ? А депутат Госдумы им сказал, вы знаете, если вы не согласны с этим законом, вас просто могут признать иностранным агентом. То есть фактически признаётся, что если ты идёшь против этой системы, вернее, даже не против этой системы, а какого мы говорим против, даже просто ты говоришь о том, что, ребят, я не согласен с тем, что вы ведёте сейчас вот такую деятельность в отношении того или иного события или явления. Как ты не согласен? Значит, ты иностранный агент. Так получается, я так понимаю, так сейчас у нас тенденция идёт. А сейчас, начиная вот с прошлого года, с этого года, внедрилась так называемая статья 239 Уголовного кодекса. Вот она была изменена в декабре 22-го года. И мы приходим к выводу, что её специально сделали более жёсткой и, так скажем, ввели в оборот, в практику применения для того, чтобы зачистить информационное политическое поле к выборам Владимира Владимировича. По-другому я не могу оценивать эту статью. Она гласит следующее, что за неё привлекаются люди, которые призывают, вернее, организации, некоммерческие организации, и граждане, призывающие к неисполнению гражданских обязанностей. Сразу возникает вопрос, что такое гражданские обязанности? Вот сегодня был приём в Следственном комитете. Общественные активисты Самарской области по этой статье привлекаемые пришли и стали спрашивать. Вот если вы привлекаете даже в качестве свидетеля людей или даже, не говоря уже об обвиняемых, по 239-й статье, то объясните, пожалуйста, вы как правоохранители, как правоведы, объясните, что такое гражданские обязанности и как их можно нарушить. Они ничего не смогли ответить. Потому что ответа на этот вопрос нет. Настолько размытая формулировка, что сейчас, как я уже говорила, по иностранному агентству также можно привлечь, получается, и к этой статье 239-й. А она очень серьёзная. Там 6 лет лишения свободы. И тогда можно любого, ещё раз говорю, кто, как я, в защиту Алтая встаём, как вот эти вот общественники в защиту Байкала, они не согласны с политикой, систему власти, они не согласны по данному вопросу с теми законами, с теми инициативами, которые ими проводятся. Это нормально. Мы имеем право высказывать своё мнение, мы имеем право защищать свои права. И это страшно. Вот нужно всем понять, это страшно, когда ты в своей стране не можешь сказать что-то против. Это получается, ну, знаете, действительно, как концлагерь. Сказали — скажи вот так, и будешь говорить вот так. Вот меня глубоко это возмущает, вот эта 239-я статья. Она была, я прямо назову даже фамилии тех людей, которые, так скажем, депутаты Госдумы, которые инициировали унисточение данной статьи, и которые, так скажем, благодаря которым она фактически была изменена, и вот вводится сейчас активно практику. это Пискарёв, Валеев, Ольшевских, Делягин, Луговой, Чемерес, Бутина, Леонов, Матвейчев, Ревенко, Савельев, Ткачёв, Шагошев, Выборный, Лантратова. Вот если пройтись по каждому из этих депутатов, то можно очень много интересного узнать. Вот я просто о некоторых даже озвучу. Та же самая Мария Бутина, которая лоббировала этот закон против, я считаю, против, антинародный, против народа России. Кто она такая вообще? А она в 2017 году сидела в американской тюрьме. А до этого времени, как пишут в открытых источниках, являлась, ну, вроде как, тайным агентом, которая, как опять пишут в открытых источниках, за секс, предлагала дать ей определенные места в определенных организациях. Ну, грубо говоря, зарабатывала телом. И вот когда в 2018 году она попала в американскую тюрьму, чтобы избежать срока заключения, ей очень серьезный срок грозил, она пошла на сделку со следствием. То есть, будучи, как это пишут СМИ, агентом под прикрытием, то есть она имела доступ к тайным государственным России. Что она там рассказала? Каких она выдала наших людей? Какую информацию выдала? И после этого её спокойно отпускают. Видимо, много чего она рассказала, раз её спокойно отпустили. И в 2019 году она переезжает в Россию, после чего становится благополучным депутатом Госдумы. То есть нормальные люди попасть туда не могут, мы сами знаем, как выборы проводятся. А Мария Бутина, пожалуйста, пришла в Госдуму и инициировала одна из её, так скажем, трудовых достижений, это инициировать вот эту статью 239-ю изменение, внесение изменений в эту статью. Матвеичев, депутат, а он вообще известен нам Алтаю очень близко, потому что буквально в прошлом году, в конце прошлого года на конференции он проговорил такие слова, что наш Алтай, отдых здесь должен быть доступен только для миллионеров и миллиардеров. И тоже ведь никто не возмутился, почему такая, так скажем, дискриминация по социальному статусу, по экономическим возможностям. Альшевский, достаточно известный депутат, вообще известная личность Екатеринбурга и Сыдновской области. Как в открытых источниках пишет, в своё время он имел отношение, мог иметь отношение к банде «Урал-Маш». То есть это когда в 90-е вот эти все были группировки преступные. И, кстати, в 2020 году его брата Владимира Альшевского привлекли к ответственности, он стал фигурантом дела, когда поймали банду, занимавшейся кражей имущества из банковских ячеек. Ему дали 4 года, но в 2022 году он вышел по УДО. Понимаете, то есть какая у него неоднозначная биография, неоднозначные связи. Он депутат Госдумы, и он также принимает, инициирует изменения, внесение изменений в статью Уголовного кодекса, тем самым, так скажем, запуская вот этот механизм привлечения к ответственности нормальных граждан, и сидит себе спокойно в Госдуме. И вот можно по каждому пройтись. Да это что такое-то? Это мы вообще сколько будем терпеть-то? Это кто вообще нами управляет? Кто-то сидит в тёплых креслах, принимает такие решения, а потом страдают. Ещё раз говорю, журналисты, общественные деятели, целые организации. Общенародный Союз Возрождения России, на который завели уголовное дело по статье 239-й. Ведь это движение объединило людей со всей страны. Понимаете, советы, общественные организации со всей страны в защиту себя, своих родных, прав людей на местах по всей России. Вот я сейчас, мне пишут люди, которые сталкиваются с проблемами своих родственников, которые на специальной военной операции. А раньше существовала организация Совет матерей и жён когда-то, да? Очень сильная организация, которая держала в Тунусе Министерства обороны, управления различными, да, военными округами, которые проделывали большую работу. И вот эту организацию фактически, можно сказать, ликвидировали, признав её также иностранным агентом. И сейчас её нет. И людям даже обратиться некуда. И вот они по одному сидят со своими вопросами, мучаются, куда идти. вот ОСВР это такая же площадка для людей, которая давала возможность объединения, которая давала возможность, так скажем, на законном основании абсолютно в правовом поле отстаивать свои права. и что будет, если мы потеряем такие общественные организации, что будет, если мы потеряем таких общественных деятелей, как Слава Михайловна Ладарусь, как других общественных деятелей в регионах, которых сейчас также привлекают по статье 239-й. Меня, например, свидетелям по статье 239-й сейчас привлекают. Можете представить? По-моему, это будет ужасно. Если уберут активную часть населения, что мы будем делать? Журналистов сейчас привлекают по 163-й статье вымогательства. Да, мы знаем громкое дело Александра Борезитовой, которая опубликовала, вернее, публиковала в своём телеграм-канале расследование по различным вопросам, в том числе по Александру Ушакову, это топ-менеджер промсвязь банка, который за то, что опубликовали информацию абсолютно открытую, в принципе, которая общественно значимая, он подал в суд и якобы с тем, что через вот эти публикации та же самая Борезитова требовала у него деньги за то, чтобы удалить эти публикации. Как я изучала это дело, то есть там фактически нет доказательств данного акта, что она просила деньги. По словам Ушакова, это было. И человека посадили на 5 лет, хотя срок тоже ей давали 14 лет. Альдар Камалединов по 163-й вымогательство также журналист за то, что он расследовал дело мародёров касаемо Слава Михайловна Ладырусь. Его фактически сейчас уже третий год держат в СИЗО. То есть честные, смелые люди в нашей стране есть, слава Богу, остались. И они продолжают защищать права и продолжают нести нам правду. Но если вот эта репрессивная машина продолжит свою работу, мы лишимся таких людей, мы лишимся защиты. И тогда все вот эти проблемы, которые были до этого озвучены, они просто не будут решаться. И каждый из нас может оказаться без света, без тепла, без врачей, без образования. давайте этого не допустим. Очень прошу вот и жителей России, и жителей своего региона, чтобы мы понимали, к чему всё идёт, встали на защиту честных людей, потребовали ликвидации статьи 239, потребовали прекратить преследование в отношении честных, нормальных людей. И если система власти не способна работать, а способна только закрывать рот тем, которые говорят про ошибки какие-то, про изъяны, про нарушения, то такая система власти должна уйти. Мы должны выразить недоверие. Есть много нормальных людей, которые могут возглавить и страну, и регионы. Много честных людей. Поэтому давайте как-то уже смелее действовать, смелее и более открыто, потому что, понимаете, это залог нашего с вами будущего и вообще существования нашей страны. Спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.